субботним вечером друзья мы отправились на пирс обычным нашим маршрутом гостевым там вот видите то что называется борт бог санта-крусски много-много аттракционов всевозможных а здесь вот у нас мы стоим возле лесенки который ведет вниз вот лесенка и там пониже значит на платформе находятся морские львы в большом количестве вот они так отсюда я предварительно могу показать там темно конечно прямо не на воде отсюда много не увидишь ну давайте попробуем спуститься вот мы поближе куда я глазами то неплохо вижу тут фонарь наверху в общем-то видно хорошо мы немножко ближе к фонарю подошли и вот здесь получше немножко вот они вот еще камера вытягивает немножко но конечно не так здорово как если бы днем вот тут подплывает приплыли вон вон еще не смотри они рычат переговариваются работает среди ночи работает магазин вкусняшек магазин шоколадок орешков в шоколаде и всякого прочего такого безобразия для девочек для девочек а для мальчиков и для мальчиков и для мальчиков рай а вот какие какие куклы тут мягкая игрушка вот купите пожалуйста купите видишь как сразу видишь как он сразу пойдем дальше смотреть пойдем магазин замечаем сувенир сувенир вот можно взять такой как бы номерочек для машины со своим именем тут много-много имен Яш, какое имя написано? вот видите можно взять брелочек такой и будет у тебя брелочек с собственным именем Мммм Ммм Какие вкусняшечки друзья Какие вкусняшечки Я знаю вы тоже хотите прийти однажды в этот магазин Симпатично, да? Угу Вы слышите друзья крик морских львов тут из-под пирса а я хотел вам передать этот вид и ощущение прекрасное вот эти дорожки серебристые Тань, какие впечатления? от сегодняшнего дня? Ну да, вот есть ощущение какого-то сюра или думаешь ну вот просто живем мы тут как вот? Нет, сюра конечно никакого нет сегодня очень замечательный день потому что это у нас пожалуй первый день за две с лишним недели когда мы просто отдыхали весь день Да ну вся идея об этом была, конечно да, и в приятной компании и столько впечатлений от одного городка А луна какая? просто потрясающе да и днем, и вечером сегодня было жарко но такой ветер освежающий приятный поэтому чудесный Ну сейчас вообще хорошо так как бы вроде чуть-чуть прохладно и можно и раздетом сходить да, ну в общем не холодно хотя вроде температура сейчас снизилась сильно но очень комфортно вон детям на радость когда немножко светло вот можно в колодцах там тоже видеть вот в этих колодцах можно видеть морских львов если есть если есть вот может и не быть ничего ну и там довольно темно я бы не сказал что хоть что-то там видно ну можем дальше пойти там дальше обычно больше там кто-то дышал кто-то дышал там дышат, там покрикивают там кряхтят вот такой пирс прям вспоминается какое-нибудь американское кино где там под пирсом как-нибудь преступника преследует полицейский а есть такие фильмы? ну да сейчас так я не могу на скидку но регулярно вот между сваями там кто-то куда-то бежит прячется ныряет задерживая дыхание потом по нему стреляют ой какие кошмары в смертельном оружии в какой-то серии кажется что сюжет знакомый да ну сейчас конечно темно не очень видно так давайте слушайте там кричат вот явно здесь где-то есть кричат но мы в темноте все равно не увидим но мы можем попробовать послушаем присмотреться прислушаться нет здесь не видать пожалуйста здесь не видать да надо видимо еще дальше пройтись так так пойдем дальше вот чайка на крыше здоровенные чайки да огромные чайки на бантике просто да дмитрий дмитрий да когда вы сказали друзьям там что собираетесь Соединенные Штаты переезжать не было таких разговоров типа да еще типа Родину предали вот там так так на таком уровне не было да нет было нет про Родину предали не было просто говорили зачем же тебе Америка если там ты во Францию можешь поехать поехать что жить да вы можете во Францию поехать жить ну в общем в принципе это возможно да вот другое дело что отношение ко мне будет разное вот будьте здоровы правильно я говорю спасибо это правда потому что во Франции ты всегда никогда не станешь французом никогда в общем что если ты конечно родился там от русских родителей и ты учился во французской школе у тебя нет никакого акцента и ты думаешь как француз и даже ты может быть похож на француза это одна история а если ты приехал туда то ты всегда будешь иностранцем и в общем что бы ты ни делал как бы ты ни старался ты можешь сам отгородиться где-то работать сам по себе что-то это сам но ты никогда не будешь вот именно своим вот так а здесь Америка это страна иммигрантов иммигрантов самый Native American у них прапрапрапрадедушки сюда приехали из Ирландии из Шотландии из Португалии откуда угодно обычно Native называют и не индейцы а это индейцы да пардон ну ничего страшного то есть самые которые уже там 20 поколений таких тоже нет 20 поколений то есть вся Америка не считая индейцев это все страны иммигрантов ну да и относятся спокойно относятся с пониманием пытаются тебе помочь если видишь что у тебя проблемы стараются и говорить помедленнее пошли к следующим дыркам пойдемте девушки пошли к следующим отверстиям в тверди да пошли то есть люди думали а чё почему не Франция ну да просто говорили зачем тебе Америка это же такая не очень как бы правильная страна ага а чем неправильная о вот здесь орут видеть видеть ничего не вижу но орут прямо отсюда орут надо приходить с каким-нибудь фонарем сюда так идем дальше а про Францию ничего по телевизору не рассказывают нет а про французские французские это же всегда были друзья советского государства постсоветского государства разве а вот эти не отдают этим как кораблю а это самое о слушайте откуда свет а кто свет лампочка а девочка с фонариком светит да 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 вот там вот там лежат это было только что видно когда девушка светила фонариком а а Америка это же доллар это же самая нестабильная война а вы что я шучу да это хорошо храните деньги в рублях вот у нас они хранили хранили в рублях а в ноябре месяце прошлого года как он на 30 процентов рухнул сразу а сейчас на все 50 да да ну что было 30 стало 60 ну делаешь не в только не только в курсе рубля люди не за этого эмигрировать я думаю что эмигрировать из-за курса рубля или там доллара это странно это такой какой-то колбасный вариант продолжение колбасной эмиграции да и все и все Почему-то некоторые снимают в магазинах Какая разница Я думаю, что на самом деле Колбасность Колбасной эмиграции сильно преувеличена Потому что просто люди Многие, они начинают рассказывать О том, что они видели в магазинах И как много у них стало Того, чего у них раньше было мало И это правда Но я думаю, что Если бы им сказали Вот мы тебе то же самое дадим, но там Это бы не решило ничего Потому что им кроме колбасности Все остальное тоже надо Они, может быть, не понимают этого, когда уезжают Но когда уже приезжают и осваиваются Они хорошо понимают, чего кроме колбасы есть Ну это конечно У всех свои критерии Это зависит от Где ты родился, кем ты родился Кто твои родители Какое у тебя образование, какое у тебя воспитание У одного человека Свобода для него что-то играет А другому человеку нужно показать Рассказать, куда ему идти, что ему делать Что ему в руки брать Чем ему заниматься А так он сам не может А что он ехал-то? Он не может для себя решить Нет, он не уехал Я говорю про Россию Я говорю про Россию Очень разные отношения А вы что думаете, в обидке, что ли, свободу? Вот Госдеп там на всех давит Там везде, понимаешь, эти свои люди Везде есть И дальше пересказывается Пересказывается из первого караулу Да, 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 и дальше пересказывается Да, вся эта история Думаете, там свободно? Там совсем не свободно Нет, конечно Здесь такой свобода Да, да, здесь ужас, кошмары, караул Ну вот такие истории Они постоянно Понятно Ну и ладно Что же, переубеждать их не надо Да, удачи Что же, движемся обратно Точно Так, мы уже до точки тут дошли Вот девочка Девочка с фонариком светила И так Не знаю, как она Ну, ушла Ладно, пошли